Дорогое собрание, братья и сестры, приветствую всех вас! Мир вам! Прошла неделя целая, и мы опять в воскресное утро вместе, опять в доме молитвы. И я верю, что есть самые разные переживания, ожидания, какие-то у кого-то радостные, у кого-то печальные. Кто-то выздоровел, а кто-то погружается в болезнь, и вот это реалии нашей жизни. И мы должны знать, как вести себя в каждой из них. Мы должны быть мудрыми, должны быть опытными, и сами должны знать, и должны иметь способность другим подсказать, чтобы и другие знали, будучи наученными от Господа через нас. Большой народ идет. Хорошо, братья и сестры, и будем мы молиться о том, чтобы Господь в сердце каждого из нас соделал способным услышать и понять то, что Господь будет говорить нам сегодня. Однажды я помню, когда прошло собрание, еще Сергей Павлович был, и кто-то сказал об одной проповеди, слушай, ну что из этой проповеди можно было извлечь, там кто-то проповедовал. И он ответил, послушайте, если это была проповедь и был прочитан хотя бы один текст из Священного Писания, это означает, что зерно ты должен был получить. Следовательно, твое сердце не было подготовленным к тому, чтобы принять его. Поэтому, может быть, тебя это не коснулось, но для кого-то оно было адресовано, и кого-то оно непременно коснулось. Я читаю 26-й псалом, следующий текст, псалом Давида. «Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». У нас очень много просьб, очень много желаний, ожиданий, а вот у Давида одного просил я у Господа, чтобы моя жизнь была в Доме Божьем и вокруг Божьего Дома, чтобы красоту Его созерцать, чтобы посещать святой храм Его. Вот, Господи, не лиши меня этой возможности. Я там нахожу удовольствие, я там получаю наслаждение, я там духовно богатым становлюсь, потому что в Божьем Доме есть Божье присутствие, там действует Божья благодать, там происходит внутреннее преображение человека, а от этого и жизнь вся преображается. Поэтому, братья и сестры, мы будем молиться, чтобы Господь благословил это собрание, нас, чтобы благословил, воскресную школу деток, чтобы Господь благословил и чтобы все устроил, чтобы было все во славу Его имени и нам назидание. Будем молиться. Господи Бог наш, мы Тебя сердечно благодарим за это воскресное утро, за то, что мы опять вместе, Господь. Столько много суеты, столько много забот, а в мире тревожных ожиданий, самые страшные вести озвучиваются и посещают наш слух, который тревожит сердце народа, Господь. Но если Господь с нами, если Господь есть Бог мой, то кого мне бояться, кого мне страшиться вместе с Давидом, восклицает наше сердце, Господь. И поэтому мы благодарим Тебя за то, что можем быть в Божьем доме и сами из себя Его же составляя, Господь. Можем назидаться, можем учиться, Господь, и можем готовиться к дальнейшему следованию по жизни и к тому, чтобы нам исполнить волю святую Твою. Поэтому вместе с Ним говорим, одного просил я у Господа, и того только ищу, Господь милосердный. И в нашем сердце есть такое же желание, Боже. Благодарю Тебя за братьев костей, которые сегодня у нас. И прошу, чтобы Ты благословил и употребил, как Твои сосуды, передать то, что угодно Твоей воле, Боже. Также наших деток мы благословляем для занятий в воскресной школе. Да откроются их сердца, и да будут также способными принять Слово Твое, чтобы, когда они пойдут по жизни, также имели это верное руководство, будучи наученными Тобою. Господь, мы также друг друга Твоим именем благословляем, с открытыми сердцами мы пред Тобою, чтобы действие Твоя благодать, она могла достигать той цели, которая есть у Тебя, о каждом из нас. Тебе наш Господь слава и честь добудет Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Детки, можете отправляться на занятия в воскресную школу. Мы вас благословляем именем Иисуса Христа. Твердо я верю, мой Иисус, Им я утешен и им веселюсь. Небо наследие хочет Он дать, Как же приятно им обладать. Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе дивном моем. Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе дивном моем. Твердо я верю сейчас за того, Как я отдался, дитя я Его. Мир наполняет сердце моем, В нем нахожу я хлеб и питьем. Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе дивном моем. Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе дивном моем. Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе дивном моем. Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе дивном моем. Чудный и полный мир и покой Дух мой находит в союзе с тобой. Дай, чтоб тебе я сердце отдал, Я б умолялся, ты б возрастал. Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе дивном моем. Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе дивном моем. Коли Дух Господень наполняет меня, Спеваю я, Давид. Коли Дух Господень наполняет меня, Спеваю я, Давид. Спеваю, 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 Спеваю я, Давид. Спеваю, спеваю, спеваю я, Давид. Коли Дух Господень наполняет меня, Молюся я, Давид. Коли Дух Господень наполняет меня, Молюся я, Давид. Молюся, 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 молюся я, Давид. Молюся, молюся, молюся я, Давид. Коли Дух Господень наполняет меня, Я плачу я, Давид. Я плачу, я плачу, я плачу, я плачу, я Давид. Коли Дух Господень наполняет меня, Спеваю я, Давид. Спеваю, молюся, и плачу я, Давид. Спеваю, молюся, и плачу я, Давид. Дух Божий, мы так действительно нуждаемся в этом служении, чтобы Ты наполнил наши сердца, Господь. Мы так нуждаемся, Господь, чтобы благодать Твоя прикоснулась к каждому из нас. Господь Иисус, это общение, это самое лучшее, Господь мой. Когда Ты приходишь Духом Святым, когда Ты приходишь Духом Своим, Господь мой, в наше собрание, и наполняешь наши сердца, слава Тебе, Господь Иисус. Мы прославляем имя Твое, Боже, благодарим Тебя, потому что наша жизнь великому и полностью, Господь мой, зависит от Тебя, она в Твоих святых руках, Господь мой, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Дух Божий. Мы благословляем имя Твое, Господь наш, потому что Ты достоин славы, Аллилуйя Тебе, Господь. И так хотим сегодня быть в общении с Тобой, чтобы сегодня это была встреча у каждого из нас с Тобой, чтобы мы слышали голос Твой, Господь Иисус, и наполнялись Твоим Святым Духом, Твоим Святым Словом. Господь Иисус, благослови Церковь Твою. Мы просим Тебя, Господь, благослови народ Твой, Боже, благослови Твоим присутствием, Господи. Мы, смиряясь при Тобой, находимся в ожидании, Господь мой. Наполни, мы просим Тебя, наши сердца, жаждущие сердца, Господь Иисус. Мы так жаждем, мы так жаждем этой воды живой, Господь мой, которую Ты изливаешь с небес, да и зальются из источников Твоих. Это вода, Господь мой. Я прошу Тебя, живительная вода, Господь мой, на наши сердца. Аллилуйя! Аллилуйя Тебе, Дух Святой, восклицаем. Аллилуйя Тебе, заступник наш, ходатай наш. Слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя за Твое присутствие в Доме Твоем. Благодарим Тебя за то, что Ты церковь Твою не оставляешь. Господь наш, хвала Тебе. Хвала Тебе, хвала Тебе, Дух Божий. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус. Прошу Тебя, дай, чтобы сегодня те, которые особенно нуждаются в Тебе, которые переживают трудные моменты жизни, Господь, я прошу Тебя, утешь таких людей, Господь мой, я прошу Тебя. Я молю Тебя о том, чтобы сегодня пришло Слово от Тебя. Я молю Тебя, чтобы сегодня пришло утешение от Тебя, Господь Иисус. Так много нуждающихся в Тебе, Господь Иисус. Так много, которые вопиют, Господь мой. Так много, которые плачут и стинают. Я прошу Тебя, Господи, благослови народ Твой. Благослови народ Твоим присутствием Мы так нуждаемся в Тебе, Господи Мы так нуждаемся в Тебе, Дух Святой Аллилуйя, Аллилуйя Тебе, Дух Божий Аллилуйя, слава Тебе, Господь наш Иисус Мы прославляем Господь Иисус Превозносим имя Твое Святое Потому что один Ты наш Бог И нету другого Бога Хвалите, хвалите Бога Небес Хвалите, хвалите Бога Небес Хвалите все, в ком дыханье есть Хвалите Он наш Творец Хвалите, хвалите Бога Небес Хвалите всем, в ком дыханье есть Хвалите Он наш Творец Аллилуйя, Аллилуйя Богу хвала, Богу хвала Аллилуйя, Аллилуйя Богу хвала, Богу хвала Хвалите, хвалите Бога Небес Хвалите, хвалите Бога Небес Хвалите всем, в ком дыханье есть Хвалите Он наш Творец Аллилуйя, Аллилуйя Богу хвала, Богу хвала 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 Господь, мы благодарны Тебе за благоприятное время Благодарим Тебя, что Ты собралась здесь у ног Твоих, в доме Твоем Благодарю Тебя, что мы можем слышать Твое живое и святое слово Господь, мы нуждаемся в Тебе Без Тебя мы не можем делать ничего Поэтому просли Своё благоволение И благослови Твою церковь, Твой народ в этот час И пошли Твое слово и исцели Во имя Иисуса мы молим и просим Тебя Великий Святой Бог, Аминь Присаживайтесь, братья и сестры Я благодарен Господу, что могу вместе с вами сегодня находиться в Доме Божьем Я хочу сказать, что это самое прекрасное место, которое мы можем найти на земле Слава Господу, потому что здесь мы можем слышать живое и святое слово А мы и Слово Божие знаем, что Слово Божие оно оживляет Слава Господу, Слово Божие оно утешает Слово Божие оно исцеляет и Слово Божие оно ободряет За что слава и благодарность нашему Господу Еще в одном месте написано, что глаз Господень Он высекает пламень огня Слава Господу! Уходит унылый дух и приходит радость от Господа Слава Господу, братья и сестры, что такому Богу мы служим И мы пропели прекрасный псалом, что «Коли дух Господень наполняй меня, то я плачу, спеваю, молюсь» И так далее, как Давид Вы знаете, дух святой, он меняет человека Когда-то царю Саулу было сказано, что когда сойдет на тебя Дух Святой То ты станешь иным человеком Так оно и произошло Когда сошел Дух Святой, он стал решительным Он стал смелым Он стал знать, что нужно и как нужно делать Поэтому пусть Бог нас сегодня благословит Пусть сегодня Дух Святой сойдет на меня и на себя Чтоб ты сегодня сделался новым человеком Чтоб ты сегодня ободрился И мы прекрасный псалом пропели, что «Чтоб не случилось, радостен дух» Почему? Потому что со мной пастырь и друг наш Слава Господу, который сказал, что я тебя не оставлю И что не покину И в Слове Божьем мы читаем, что «Если мать забудет грудное дитя, может ли мать забыть плод шлеба грудного дитя?» Но если она забудет, Господь говорит, что я не забуду тебя никогда Я начертал тебя на дланях моих Слава Господу, что наши имена, твое имя и мое имя, оно начертано на дланях Божьих Что мы сегодня не чужие, но мы сегодня свои Сегодня мы являемся сыновьями и дочерьми всемогущего Бога Когда-то Господь в свое время постучал в мое и твое сердце И сказал мне и тебе, следуй за мной И я сегодня благодарен Господу, что могу сегодня стоять перед вами 26 лет назад тоже Господь постучал в мое сердце В этом году будет уже 26 Когда Господь, я услышал это Слово Божие Это Слово коснулось меня И я понял, что это то, что я искал всю свою жизнь И когда я пришел к Господу, веровал, сказал, Господи, почему же я не раньше? Потому что искал, потому что шел не в том направлении Потому что потерял много времени Жалко потерянного времени А сегодня я могу радоваться и торжествовать в Господе Что бы ни случилось, радость и дух Потому что даже, Давид говорит, если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла Почему? Потому что твой жест и твой посох, они успокаивают меня Господь говорит, не бойся, я эту ситуацию контролирую Я знаю твое состояние, я знаю твое положение Не опускай руки Взывай, когда есть отвечающие Возвожу очи моих горам, откуда приходит помощь Слава Господу А помощь наша от Господа, сотворившего небо и землю В одном псалме мы поем такие слова, что Верь и надейся, буря пройдет, помощь придет Откуда? С небес За что слава и благодарность нашему Господу Поэтому Господь нас, которым мы слушаем, Он живой Написано, что вечером водворяется плач А наутро что уже? Радость уже Откуда она пришла? Потому что Господь услышал, Господь вышел И Господь успокоил, утешил наше сердце За что слава и благодарность нашему Господу Когда Господь ходил по земле, мы знаем, что люди приходили к Нему с разными проблемами И я думаю, что у нас каждого есть много проблем, много нужд И мы нуждаемся Нуждаемся, чтобы Господь прикоснулся к нам Когда Христос ходил по земле, написано Люди узнавали, что Он пришел в одно селение Он выносили всех больных, хромых, слепых, ложили и просили Чтобы только прикоснуться к краю одежды Его И написано, те, которые прикасались, получали исцеление Слава Господу Я иногда думал, Господи, ну неужели Ты Просили все, ну проходил Ты Ну неужели Ты обходил кого-то стороной, чтобы не смог дотянуться Я думаю, что Господь шел рядом И все могли до Него дотянуться Но те, которые прикасались, как? С верою, получали исцеление Я потом только понял, что прикасались то все Но у некоторых не было веры И не хватало веры Мы знаем, что одна женщина, которой было 12 лет Страдала кровотечением, тоже сказала в своем сердце Что если я только прикоснусь к Иисусу Я получу, что? Исцеление И ей было трудно пробраться Потому что народ теснил И однажды она все же как дотронулась И это кровотечение остановилось Слава Господу 12 лет поиска, 12 лет страданий Но слава Господу, что Господь не прошел ее мимо Слепой Вартимей, когда сидел на дороге, просил милосты Мы знаем, что он услышал краем уха Он слышал об Иисусе Но услышал, что кто-то идет Какие-то шаги какие-то Сказали, что такое? Говорит, это Иисус Назарянин идет И что он делал, начал? Он начал плакать, что далеко Иисус Не увидит его Он начал кричать Иисус, сын Давидов Помилуй меня И что Господь? Господь остановился Велел его позвать Говорит, иди, вставай Зовет тебя Слава Господу, что Господь сегодня зовет Сегодня еще время благоприятное Мы живем во время язычнику Когда Господь еще, Слово Божие, возвещается И человеку нужно сделать правильный выбор Или написано, кто будет веровать И креститься, спасен будет А кто не будет веровать Осужден и будет И слава Господу, что мы выбрали Это направление Что мы сегодня идем за Господом И знаем, что конец наш будет хорош Что бы в нашей жизни не случилось Мы знаем, что впереди нас ожидает вечность Наблюдай за праведным Смотри за праведного Это записано в одном салме Что наблюдай за непорожним Смотри за праведным Ибо будущность человека Такого есть мир А написано Будущность нечестивых погибных Поэтому сегодня Господь еще зовет Говорит, вставай, иди Если кто-то сегодня еще не пришел Не примирился с Господом То сегодня благоприятное время Встать и сказать Господи, я тот человек Который нуждаюсь в Тебе Господи, я тот человек, которого нету мира в сердце Я тот человек, который стою и иду в погибель Господи, я хочу сегодня получить спасение Я хочу сегодня примириться с Тобой Я сегодня хочу уйти с этого места Другим, новым творением Написано, кто во Христе тот Новое творение Древнее прошло, теперь все новое И я благодарю Тебя, что в моей жизни В свое время Господь коснулся И стало все по-новому Я отвернулся от греха и пошел за Господом И сегодня служу и благодарю Господа Знаю, что даже если что-то трудное будет И какие-то испытания Господь сказал, что я не оставлю Я и в скорби с Тобою В 90-м салме, что я помогу и поддержу Почему? Потому что Ты сказал, что Господи, прибежище моя, сила моя Бог мой, на Которого я уповаю Давайте сейчас склонимся перед таким Богом И помолимся И в первую очередь поблагодарим Его, что сегодня мы находимся на этом месте Что наш Бог живой В одном месте написано Есть ли великий народ Которому были Боги так близки Как близок к нам Господь Когда не призовем Его Слава Господу Открой уста И я напомню Господи, помоги мне Господи, яви милость Господи, оживи меня сегодня Я не хочу быть унылым Я не хочу ходить с опущенными руками Я не хочу сходить с разочарованным Боже, благослови Подними сегодня Укрепи меня сегодня Я нуждаюсь тебе Господи, прикоснись сегодня ко мне А мы знаем, что Господь вчера Сегодня и вовеки тоже Когда-то Он сказал, что Я вас не оставлю сиротами Приду к вам Селюсь в вас И буду вашим Богом А вы будете моим народом Блажен народ У которого Господь есть Бог Племя, которое Он избрал В наследие себе Итак, склоняемся И молимся, чтобы сегодня Господь прикоснулся к тебе Ко мне Ему пусть будет за все слава Аминь Господь, благослови на Твое имя Благослови на Твое имя Благословлю Господа во всяком времени Благодарю Тебя за Твою любовь Благодарю Тебя за Твое Присчетное благословение Благодарю Тебя, что Ты доказал Свою любовь Умер за нас Когда мы были еще грешними Когда мы были далекими Когда мы были чужими Когда мы были еще тьма А теперь благодать на Тебе Что Ты, Господь, уплатил великую цену Что Ты пошел на этот Благодарю Тебя, что мы являемся Твоему делу Собственностью Твоей Некогда не народ А ныне народ Божий Благодарю Тебя за благоприятное время Благодарю Тебя, что Ты еще зовешь Благодарю Тебя, что Ты еще престираешь свое благоволение Благодарю Тебя, что Твои источники открыты Благодарю Тебя, что Твои и Трое собраны Во имя мое Далее я посуществлю Господи, Равид Аллахалан, до меня тало Посети сегодня Твою жеркало Твой виноградник, Дух Святой Слышают мольбой объятий Не пройди меня Кулиды Бералло Кулинде Сенг На меня, может, Господь, кому-то пустились руки Артумена Кенгмана, может, кому-то поступил Дух уныния Алле, Тереми, далахалан, до меня Господи, приди И все измени Мы хотим сегодня поправить свои святильники. Мы хотим, Боже, Духом плавенеть и Господу служить. Господь, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в прикосновении, мы ожидаем Тебя, мы ожидаем этого движения воды. Мы верим в Слово Твоему, что Ты Бог богат и милостью, как драгоценна милость Твоя Божия. Господи, напитай сегодня нас из сладостных Твоих потоков, что, выходя с этого места, Господь, мы радовались Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Романа, каламин, да уйдет всякое сомнение и неверие. Романа, каламин, да укреплятся трожащие колени, да поднимут запустившиеся руки. Романа, Ты силен это сделать. Благословляю каждое сердце. Каждый, кто переступил порог этого дома, Боже, романа, может, кто-то вдалеке стоит, может, кто-то не решается шагнуть Тебе навстречу, Ты простираешь свое благоволение. Ты зовешь, романа, и говоришь, вставай, а летим, романа, вставай и поднимайся. Разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Возвращаются. И Ты, Господь, простираешь свои руки, и Ты ожидаешь, романа, каламана вельту. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благословен на Твое имя, на старый наш Бог. Господи, к кому нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. У Тебя милость. У Тебя сила. Благодарю Тебя. У Тебя утешение. Твои руки, Господи, они всегда простерты. Чтобы благословлять. Чтобы наставлять. Чтобы вести. Благодарю Тебя. Рокель ту мир, Аллаха Рамана, за это благоприятное время. Ты даровал нам здесь. Быть в Доме Твоем. В Доме Твоем всегда есть пища. Благодарю Тебя за это живое слово. Аллах Рамана, благодарю Тебя, что Ты любишь народ свой. Благодарю Тебя, что Ты свою любовь доказал. Первым. Ты умер за нас, когда мы были еще грешными. Когда мы далекими. Когда мы, Господь, были негодными. Когда мы были язычниками. Мы были безбожниками и чуждой заветов обетования. Но ныне, Господи, Ты купил нас дорогой ценой. Ты спас нас, Господи, не по делам праведности, но по Своей великой милости и любви. И я благодарен, что наши имена Ты записал в книге жизни. И Ты, Боже, сказал, что все я с вами во все дни до скончания века. Ты остаешься верен. Боже, благодарю Тебя за все страдания, за все испытания, за все трудности. Потому что Ты, Господь, шлифуешь нас. Потому что Ты, Господь, приближаешь нас. И Ты хочешь, чтобы, Господи, мы были всегда вблизи. Потому что вблизи, Господь, полнота радостей, она всегда пред лицем Твоим. Боже, благослови сегодня нас. Благослови сегодня проповедника. Благослови тех, кто сегодня будет выходить на это место. Господи, Ты бери в узел уста. Алюбады алмары, кэльмэны штэмэны алсы. Румэна, кэльмэны, я верю, что у Тебя есть Слово. И Ты посылаешь Своё Слово. И Слово Твое, оно течет. И Слово Твое, оно производит свою великую работу. Потому, Господь, мы находимся в ожидании. Благослови всех нас. Благослови и утешь. Может, кто-то проходит эту долину смертной тени. Может, как Господь, кого-то трудности и скорби. Ты помоги. Ты укрепи. Ты прикоснись. Потому что от Тебя исходит сила. Одного прикосновения достаточно, чтобы получить исцеление. Во имя Иисуса Христа. Вечный Бог, мы молим и просим, пребудь с нами. И благослови, и веди дальше это служение. Мы надеемся и уповаем только на Тебя и ожидаем от Тебя. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь есть мой свет. Мой свет, Господь и крепость. Я не страшусь. И в жизни моей ты сила, мой Господь. Кого боюсь я? Кого боюсь я? Древний близко к душе подойдет, Моя не боюсь. Грозит ли враг войною? На Бога лишь надеюсь я. Я одного лишь жду от Творца, И лишь о том я прошу, Что в доме Божьем я мог пребывать Навсегда, навсегда, навсегда. Я одного лишь жду от Творца, И лишь о том прошу я, Что в доме Божьем я мог пребывать Навсегда, навсегда, навсегда. Я одного лишь жду от Творца, И лишь о том я прошу, Что в доме Божьем я мог пребывать Навсегда, навсегда, навсегда. Господь есть мой свет, Мой свет, Господь и крепость, Я не страшусь, И в жизни моей Престила мой Господь, Кого убоюсь я, Кого убоюсь я, Кого убоюсь я, Господь есть мой свет. Струн души Рука Христа касается И она восторженно поет Песнь еще одна на свет рождается Песнь о том, кто счастье нам дает Песнь еще одна на свет рождается Песнь о том, кто счастье нам дает О тебе поют сады весенние Трелью звонких птичьих голосов Ты даришь от смерти мне спасение Жаль, что нет таких на свете слов Ты даришь от смерти мне спасение Жаль, что нет таких на свете слов Твой привет мне льется ароматами Всех полей, светущих и садов Я расстался раз с мирскими взглядами И навек принял Твою любовь Я расстался раз с мирскими взглядами И навек принял Твою любовь Я любовь великую, безмерную Нахожу во всем, что видит зон И люблю любовью самой нежною Я того, кто снял с меня позор И люблю любовью самой нежною Я того, кто снял с меня позор Струн души, рука Христа касается И она восторженно поет Песня в веки, песня не кончается Песня о том, кто счастье нам дает Господь дает нам все необходимое для жизни и благочестия Мы поблагодарим нашего Господа за эти пожертвования материальные Попросим благословения Молимся, братья и сестры, Отец наш Небесный Аллилуйя, славит Тебя душа моя, великий Бог и Царь Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое живо и действенно и сегодня совершает великую работу в нашей жизни, Господь Мы благодарим Тебя за Твое святое присутствие, за Дух Святой, за дары Святого Духа мы благодарим Мы благодарим Тебя, Господь, за эти материальные пожертвования, которые, Господи, Боже, мы имеем Хвала Тебе, Господь, слава Тебе Благослови, Господь, каждое сердце Господи, каждый, кто отпускал руку свою Господи, Ты даешь нам, Господи, хлеб и до хлеба И хотя мы живем в довольно сложное время, но, наверное, были еще времена посложнее, Господь Но Ты питал свои наследия, Ты оберегал, Ты давал, Господь, хлеб и до хлеба И я благодарю Тебя, Господь, и мы славим имя Твое святое и просим Благослови эти материальные пожертвования Благослови, Господь, тех, которые сегодня не имеют работы, но желают работать Господи, устрояй жизнь и судьбы, Господи, Твоих сыновей и дочерей Во славу Твою, великий Бог и Царь Мы живем на земле и мы нуждаемся, Господь Иисус, в этих материальных средствах И Ты, Господь, даешь нам для них Господи, Благослови, благослови тех, которые будут распределять или распоряжаться этими средствами Дай, чтобы каждый рубль, Господи, был во славу Твою использован и имя Твое было прославлено и возвеличено в жизни народа Твоего, в жизни Церкви Твоей, великий и праведный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, дорогая Церковь. Слава Богу. Иисус Христос и пострадал за нас на кресте, Он взял на себя все наши грехи, Он омыл нас своей кровью, Он подарил нам жизнь вечную, Он победил смерть, но наше тело еще не искуплено. И мы, люди, еще все до сих пор ожидаем искупления и установления нашего тела. И я далее там рассматривал другие причины, их всего было 9, но я уже не буду их повторять, а хотел бы сразу приступить ко второй части проповеди, как не зависеть от болезни или как ее победить. И самый первый пункт, Писание нам говорит, что мы должны заботиться о своем здоровье. Я когда давал эту проповедь читать своей жене, она говорит, ты уверен, что Писание нам об этом говорит? Знаете, вспомним четвертую заповедь. Я прочитаю в исходе, там написано «шесть дней работай, а в седьмой день покойся». И это нам так определил Бог. И интересен тот факт, что ученые выяснили, что человек в сутки должен спать не менее 7-8 часов. И интересен также тот факт, что очищение нашего головного мозга происходит от отрывляющих веществ, которые мы навдыхали за день, происходит именно ночью, когда мы спим. Именно ночью все наши раны усиленно заживают и наше тело растет. И так сделали не ученые, которые это выяснили, а так сделал наш Бог. Я хотел бы вам рассказать такое маленькое свидетельство. У меня был такой период в жизни, когда я работал по 12-15 часов в сутки. Спал по 4-5 часов. И вы знаете, через 2-3 недели я ощутил такое состояние, как вот при гриппе ломота, спать там хочется, все болит. И мать, видя вот мое состояние, говорит, я знаю, в чем проблема, это не грипп, ты просто устал. И я проспал 15 часов, я встал и все прошло. И я к чему это говорю? Что Бог заложил в нас определенные механизмы, и мы должны спать определенное количество времени, и нам их не обойти. Давайте посмотрим, что говорит по этому поводу Писание. Если вспомните историю о пороке Илия, он пробегает там большое расстояние, там очень устает и впадает в такое внутреннее состояние. И говорит, Боже, что я хочу смерти, да? Но что делает Бог? Он посылает к нему ангела. Ангел его вначале накормил, уложил спать. Илия проснулся второй раз. Ангел пришел к нему с едой и опять его накормил. А давайте мы прочитаем это место. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его лепешка, печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз. Коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой. Вот смотрите, чем интересен вот этот вот стих? Тем, что Бог, он поступил согласно своих механизмов, которые он в нас заложил. Он бы мог там дать силу Илия, илия бы встрепенулся, да? И побежал бы. Но нет, Бог поступил согласно механизмов и принципов, им же заложенными. Я вам приведу другой пример. Я помню, у меня была в университете очень тяжелая сессия. И я решил на период сессии принимать сильные этонизирующие препараты. То есть, и от них был такой эффект, что я мог спать по 4 часа в сутки. Я практически не отдыхал. Я мог целый день писать, я мог целый день читать. И был натянут как струна. И мне это нравилось. Я видел свою, ну, работоспособность. Я думал, что принимая такие препараты, я в какие-то периоды жизни своей, я могу, ну, обманывать там болезнь и прочее. Но смотрите, что было дальше. Прошел месяц. Я их прекратил принимать, сразу же заболел. А когда я болел, я прочитал, что оказывается, когда человек принимает такие сильные этонизирующие препараты, то его организм усиленно изнашивается. То есть, за месяц принятия таких препаратов мой организм постарел на один год. Это представляете? Я к чему-то говорю, что нам не обмануть божьих механизмов. Мы должны спать определенное количество времени, и мы должны вовремя есть. И так установил сам Бог. Идем дальше, братья и сестры. Прочитаем 1 Коринфянам 6,19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храма, живущая у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Писание нам говорит, что вы не свои, что человек – это собственность Божья, через творение и искупление. И человек, он должен делать то, как указывает ему Бог, славить его имя, а не жить в угоду своим человеческим похотям. И другими словами, Писание говорит, «Заботьтесь о своем теле настолько, насколько это нужно, чтобы быть механизмом для прославления Господа». Но люди об этом часто забывают. И заботятся настолько, что становятся уже идолом. Прочитаем Кримлинам 13,14. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». В современном переводе написано «Облекитесь в Господа Иисуса Христа и не проявляйте заботы о плоти так, чтобы она исполняла свои вожделения». Вот смотрите, Писание говорит, что попечение о плоти, да, оно должно быть, но не превращайте, это тело выдал. Люди настолько сейчас заботятся о своем теле, что там ходят и на фитнес, и на аэробику, и на танцы, и в бане, и все маникюры, эпидикюры настолько, что в этом всем и пропадают. И просто свое тело пытаются сделать каким-то идолом. Но мы знаем, что оно тлеет, и это все временно. И люди при этом забывают свое главное предназначение – славить Бога, а не себя. И также есть еще такое другое мнение, что верующие люди порой говорят, что лечиться не надо, что мы будем молиться, что мы будем ждать новое исцеление от Господа. Но Писание нам говорит, что мы также должны лечиться. Смотрите, это 1 Тимофея 5,23. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых недугов твоих». Павел, мы все знаем, что вино в древности было своеобразным лекарственным средством. И Павел говорит Тимофею, чтобы ты принимал, но потому что у тебя какая-то болезнь. И также в тех странах среди земноморья вода была очень низкого качества, и люди в вино добавляли воду, чтобы ее просто обеззаразить. Я даже, когда готовился к проповеди, нашел во второканонических писаниях Старого Завета один очень интересный стих. Это книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Там написано «Дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо и он нужен». Второе. Писание нам говорит, чтобы мы имели мир Божий. Слово «мир» греческое переводится как состояние согласия, состояние гармонии, состояние благополучия. Еврейское слово «шалом», которое переводится как «мир», имеет значение также быть целостным, неразделенным внутри, покой, неповрежденность. То есть, другими словами, имейте в себе вот это внутреннее состояние покоя, целостности и неповрежденности. Смотрите, Писание нам говорит, что «и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». И люди живут, часто они не осознают, что они живут уже без этого состояния. Они как-то концентрируются на других ценностях, на других радостях, на других состояниях. Но я думаю, что мы все понимаем, что когда нету мира, то все остальное просто не мило. И смотрите, давайте дальше прочитаем еще один важный духовный стих, это от Иоанна 14, 27. Это слова, которые Иисус Христос произносит незадолго до своей смерти. Он говорит «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Смотрите, о чем говорит Христос. Он говорит про вот это вот внутреннее состояние целостности, гармонии, космоса, которое было у него всегда на сердце, что бы он ни делал. И сейчас, перед тем, как он уходит, он говорит, что он нам оставляет это состояние нам, а потому что знает, что нам без него просто не обойтись. И дальше, обратите внимание, он говорит «не так, как мир, я даю вам». То есть Христос, он сопоставляет далее два мира. Он говорит «есть мир Божий, есть мир человеческий». И он говорит, что мир человеческий, он тоже что-то будет предлагать, типа покоя и спокойствия на сердце. Но я думаю, что все мы читаем газеты, мы смотрим новости, кто по интернету, кто по телевизору, мы ответим на такой вопрос. Может ли современное состояние планеты, человечества, то, что происходит на нашей планете, внести мир и покой в наши сердца? Я думаю, что не может. И Порок Исаия, он характеризует в своих стихах состояние современного человечества. Он говорит «пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира». В современном переводе написано «никогда не обретет мира». И Иисус дальше продолжает и говорит «Сия сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Христос отлично понимал, что он уходит, а мы-то остаемся здесь, и он о собой не забирает, и поэтому он предупреждает нас. Он говорит «в мире будете иметь скорбь». И вот вы посмотрите, что нам сегодня предлагает человеческий мир. Кучу разочарований, депрессий, стрессов, там, различных невралгий. А вы знаете, ученые тоже выяснили, что все болезни из-за стресса. Я думаю, что вы не раз такое слышали, что все болезни из-за стресса. И другими словами, человеческий мир нам предлагает лишь только болезни. Смотрите, и дальше, вот когда Христос говорил про вот это вот состояние мира своим апостолам, на ученикам, я думаю, они даже не поняли, в чем дело. Если вы вспомните, они даже порой притчу не понимали. Иисус говорил «притчи», они там переглядывались и не понимали, о чем идет речь. И я даже думаю, что многие верующие люди, многие верующие люди не пережили на себе вот это вот состояние мира Божьего, когда он входит и просто переломляет человека. Я уже не раз свидетельствовал, как я пришел с мира. У меня было много, значит, таких нервных заболеваний, ну и исключительно нервных. Это был нервный тик, который 20 лет у меня лечился. Была вегетососудистая дистония, которая просто тоже, ну, лечилась годами, принимались таблетки, и результата никакого не было. И вот, когда я пришел в церковь, покаялся, по-настоящему покаялся. Вы знаете, я вот ощутил это вот состояние вот мира Божьего. Вот тот, кто отдыхал на море, он отлично это представит. Когда ты стоишь, и тебя просто взади, ну, накрывает гигантской волной. Я просто ощутил вот этот переломный момент, просто переломный момент. И вот эти вот все внутренние процессы, все нервные процессы, вся эта дисфункция вся, вот эта нервная, она постепенно стала уходить. И мир Божий просто вытолкнул с моего тела все эти нервные расстройства. Я говорю это к тому, что Христос, Христос оставил нам лекарства для души и тела, и многие люди просто этого не осознают. И когда верующий человек не принимает это лекарство, то есть, когда мир Божий не владычествует в его сердце, то на это место приходят уже другие состояния. Приходят те же стрессы, те же депрессии, те же там неудовлетворенности, приходят разочарования, а на их место, а вернее, вместе с ними приходят и болезни. Я очень удивился, когда узнал, что медики уже доподлинно установили связь между стрессами и депрессиями и раковыми заболеваниями. А кажется, когда человек испытывает в течение своей жизни длительные стрессы, то это в дальнейшем приводит потом к хроническим заболеваниям, в том числе и к раку, от которого каждый год умирает около 8 миллионов человек. И знаете, я еще дальше уйду в эту тему, это уже вообще другая проповедь. В мире существует более 200 различных школ психологии. Как вы знаете, психология – это наука о душе. То есть, вся система ценностей психологии, она построила не на Божьем, а на человеческом. То есть, не богоцентричная система координат. Психология ставит на первое место человека. И когда человек с проблемами приходит к ним, то они как-то пытаются его стабилизировать, избавить его от комплексов, как-то внутренне собрать его все процессы воедино, сконцентрировать, уравновесить эмоции, переживания, избавить от страхов. И доходит до того, что людям прописываются препараты, которые воздействуют на сознание, на восприятие, на эмоции. То есть, психологи искусственно пытаются создать вот это внутреннее состояние мира Божьего. Понимаете? Но вся абсурдность ситуации в том, что Христос нам это состояние оставил 2000 лет назад, приблизительно, со словами «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я что сделаю? И я успокою вас!» В других периодах написано «Я дам вам покой». Третье, я так немножко это спешу, третье, Писание нам говорит, чтобы мы хранили свое сердце от греха. Мы все верующие люди, мы читаем Писание, мы все отлично знаем, что произошло, когда первые люди согрешили. Они были изгнаны из рая, и они стали болеть, они стали смертны. И мы все отлично знаем, что грех это вражда против Бога. И я не буду наглубляться в эту тему, а лишь зачитаю один стих. Это Исайя 59,2. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лица его от вас, чтобы не слышать». Очень актуальный стих, я думаю, и до всех времен. Следующее Писание нам говорит, четвертое, чтобы мы приняли реальность болезни. Знаете, большинство людей, они отрицают реальность болезни и думают, что либо медицина, то есть, либо научно-технический прогресс, либо наша принадлежность к определенной, так скажем, христианской одиноминации, она позволит нам не болеть. Но мы все знаем, что все люди болеют, и мы знаем, ну, из Писания, что апостолы все болели. И там даже есть такой интересный стих, что передавались опоясания Павла, люди к ним прикасались и исцелялись, но, однако, сам Павел был хронически болен. Я прочитаю это деяние 19.11. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так, что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, но и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Хотя мы знаем, что сами апостолы и сподвижники при этом, они продолжали болеть. И мы видим, что современная возможности медицины, они очень сильно ограничены. Я хотел даже привести список этих всех заболеваний, но не буду этого делать. В мире существует еще десяток болезней, которые медицина не в состоянии победить, но Богу все подсильно. И я вам даже приведу самый рядовый пример. Возьмите банальную простуду. Каждый год мы болеем простудой, и нет такой таблетки, чтобы мы ее приняли и сразу же исцелились. У нас насморк, у нас там кашель, мы греем носы, греем ноги, делаем это ингаляции. И медики говорят, что если лечить простуду, она пройдет за 7 дней, а если не лечить, ну где-то за неделю пройдет. Ну или возьмите грипп, каждый год вирус гриппа мутирует, все обзаводится все новыми и новыми свойствами, и каждый год мы болеем вирусом гриппа, и мы продолжаем болеть. Дальше, пятое, Писание нам говорит, чтобы мы укрепляли наш дух. Смотрите, болезни, они всех человек, ну практически всех, они делают их несчастными, болезни делают человека нервными, они нас ограничивают в передвижениях, болезни лишают нас определенных финансовых средств. Но мы, христиане, должны понять одну очень важную истину, что сама болезнь, она не может человек сделать несчастным, что мы становимся несчастными лишь тогда, когда мы прореагировали на болезнь и даем ей доступ. Смотрите, Иова, 2 глава, 4 стиха. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него, но простри руку твою и коснись, кости его и плоти его, благословит ли он тебя? Что ответил Господь? Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». В других периодах написано «душу не тронь». То есть, дьявол никогда не может прикасаться к душе верующего человека. Вообще, это к душе человека. То есть, человек болеет, и если он как-то реагирует на болезнь, то есть, сетует на Господа, он уже дальше дает уже доступ. И смотрите, притчи в 18-14 дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? То есть, Писание говорит, что если дух наш силен, внутренний дух наш силен, то мы, в принципе, можем победить любую болезнь. Но если и дух уже сдался, тогда уже это большая проблема. И в современном переводе этот стих переводится как «дух человека поддерживает его во время болезни, но когда угнить он дух, уходит и надежда». Это шестое. Писание нам говорит, чтобы мы утешались в общении с Господом и, ну, утешались в общении с Ним. И главная проблема людей, что они фокусируются на человеческих методах счастья. А какие это методы? «Если я болен, я очень несчастлив». И человек, он любыми способами, он старается выздороветь. То есть, он готов, но обращаться к гадалкам, к ведьмам, к нетрадиционной медицине. Главное, чтобы выздороветь. Смотрите, Асав, Асав в своем единственном 72-м псалме, он говорит, что «я чуть не попал в искушение жить как язычники». И он приводит, ну, интересные факты. Он говорит, что язычники, что неверующие не болеют, что они очень здоровы. Давайте мы зачитаем его Псалом 72-й. Он говорит, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо нет им страданий до смерти их и крепки силы их». В современном переводе написано так, «От них исходит здоровье, им за жизнь не надо бороться». То есть, буквально, Асаф опишет, что они не привязаны к своей смерти. И дальше Асаф говорит следующее, «Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро?» Я думаю, я думаю, что вот таким вопросом, которым задавался Асаф, наверняка в своей жизни задавался всякий верующий человек. Асаф говорит, что я смотрю, как живут неверующие люди и как живут верующие. Я сравню, и я вижу, что это не в пользу верующих людей. И он говорит, как бы это объяснить? И смотрите, и он говорит, «И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих». И смотрите, дьявол иногда позволяет жить людям свободной от позволяет жить людям жизнью свободной от заботы болезней. Позволяет жить в грехе и за это не нести никакое наказание, чтобы люди не обращались к Господу. Этот грех, он подобен, как тюремная камера. Чистая, просторная, большая. И люди приходят, в ней сидят и говорят, что вроде нормально как-то. Двери открыты, все проветрено. Но время выйдет и двери в эту камеру закроются. И Осав все понял, что в ад идти не так весело, как там находиться. И смотрите, что он говорит в 17 стихе. «Доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их». Другими словами, Осав все понял, когда он приблизился к Творцу. Он говорит, что когда я приблизился к Творцу, то в нем я нашел свое утешение. И там я уже стал смотреть все другим взглядом, уже правильными глазами. И я думаю, что Осав приобрел мир Божий. Седьмое. Писание нам говорит, чтобы мы утешались благословением на небесах, а не на земле. Смотрите, люди зачастую живут так на земле, как будто жизнь на земле это единственная жизнь. И что мы умрем и все, и на этом все и закончится. я вам даже расскажу такое свидетельство, что я как-то общался с верующей женщиной, она не представительница нашей динаминации, она говорит, я не хочу знать, что будет там, я хочу знать, что будет здесь. Вот у меня есть дети, у меня есть внуки, я хочу с ними побольше пожить, там помочь, а потом как будет, так пусть и будет. Понимаете? То есть, ну как-то нехристианская точка зрения. И смотрите, что он говорит описание. «Сей самый дух», это Павел говорит о духе усыновления, «сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и сонаследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Павел говорит, что здесь на земле нам приходится переживать то, что не идет ни в какое сравнение с тем, что мы будем иметь на небесах. Другими словами Павел говорит, вы не думайте о болезнях, вы думайте о том, что приготовил нам Господь на небесах. Читаем 1 Петра. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас силою Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Осем радуйтесь, поскребев теперь немного. Вот где радость верующих людей. И все люди, они должны научиться понимать, что наша радость только на небесах. И пока все люди стараются нашу радость найти где-то на земле, всегда будут разочарования, всегда будут проблемы и прочие вещи. И прочитаем еще послание к евреям. «Все сие умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вспомните, в Откровении сказано, когда Павел приводит сравнение про небесный город Нойерусалим, он говорит не точно, а приводит лишь сравнение, это он говорит подобен камню Яспису и Сардису. Животное было подобно льву, животное подобно телецу. То есть Павел, когда видел небесное на Иерусалим, он видел то, что нельзя пересказать нашими земными словами. Он лишь приводит сравнение, что подобно, подобно, то есть что-то не из нашего мира я видел. И когда апостол Павел пишет о восхищении до третьего неба, он говорит во втором послании к Ренфинам, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. То есть Павел, но опять же говорит, что я там слышал, что аналогов нет на этой земле, что-то необычное я там слышал. И еще прочитаем, давайте, 2 Петра. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глаз. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Смотрите, апостол Павел вместе с двумя апостолами, они Петр, вернее, апостол Петр вместе с двумя апостолами, они удостоились великой чести, просто это привилегии. Они находились на горе преображения и видели, как Христос воссиял в небесной славе. И Петр говорит, что это было так ярко, что они полениц и так хорошо, проследите этот момент, было так приятно, так приятно, что Петр сказал, а давайте кучи сделаем здесь. И чем примечателен этот момент? Тем, что Христос явился в небесной славе, тем, что Бог показал людям реальность неба. Бог показал трём апостолам реальность неба вот здесь на земле. Он показал, как там будет хорошо, что Петр говорит, а давайте кучи здесь сделаем и останемся здесь. Следующее Писание нам говорит, чтобы мы концентрировались на обновлении нашего внутреннего человека, а не внешнего. Давайте мы прочитаем 2 Коринфянам 4,16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Павел говорит, что вот наше тело, что видимая часть человека, она тлеет, она стареет, но внутренний человек, вот это наша духовная сущность, она обновляется Духом Божьим каждый день. Этот вот внутренний человек, это он будет в вечности. Мы все знаем, что плоти кровь Царства Божьего не наследуют, что в вечности будет внутренний человек, который должен обновляться каждый день, и Дух Божий его должен обновлять через наше общение с Господом. Поэтому и Павел, ну, когда имел все эти испытания жизни, он не унывал, а потому что его внутренний человек, он обновлялся каждый день. Следующий, братья и сестры, девятое, Писание нам говорит, что мы должны молиться об исцелении. Вы знаете, каждый вечер, вот я, допустим, говорю, это про себя, молимся, молитвы, очень наш, вот я молюсь, молитвы, очень наш, и я говорю, да будет воля твоя, и когда я болею, вот чья это воля? Божья воля, ну, или не Божья воля? И иногда люди говорят, что молиться об исцелении не надо, то есть, есть то, что, ну, готово на Господь, то есть, если я заболел, ну, это значит, такая воля Божья, но Писание говорит, что мы должны молиться. Смотрите, Иакова 5,14, уже есть, болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры, заметьте, не просто помолить, а молитва веры, молитва веры истолит болящего, и восставит его Господь, и если он садил грехи, простятся ему. Вот Писание нам говорит, что когда мы болеем, чтобы мы призвали наших пресвятеров, с ними пообщались, и чтобы в процессе общения, вот постаро выяснили, что возможно мы на самом деле имеем какую-то духовную проблему, и после окончания вот этого общения нам уже покаяться придется, а потом только помолиться. И поэтому дальше написано, смотрите, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы истолиться. То есть не я должен молиться за себя, вы должны, братья и сестры, молиться за меня, друг за друга молитесь. Вот поэтому каждый вторник мы приходим с нашими нуждами, чтобы мы молились друг за друга. Много может усиленная молитва праведного. Братья и сестры, так установил Бог. Это порядок Божий. И вы знаете, Бог действительно исцеляет. Я уже приводил свои свидетельства, что меня исцелил Бог, но я хочу сказать, что я получил исцеление не от всех болезней, что у меня тоже есть это болезни, и я думаю, это для того, чтобы проявилась слава Господне, а потому что врачи говорят, что она неизлечима. Но я думаю, что то, что не подвластно человеку, то подвластно Господу. И вы все свидетели того, что Бог исцеляет, но согласитесь, бывает такое, что иногда исцеление не приходит, правда? Но иногда мы молимся, молимся, а исцеление не приходит. И можно сказать, что либо у молящегося нет веры, либо у того, за кого молятся, нет веры. Но ответ Божий, он может быть, когда, так и нет. Потому что у Бога есть благая воля на каждого человека. если сейчас мы не получаем исцеление, то оно может прийти просто потом. И Дэвид Вилкерсон по поводу вот этого места, он привел такой интересный цитат. Он говорит, Бог, Бог допускает наши испытания для чего-то. Он не изменяет наши обстоятельства, потому что Он хочет изменить нас. И вы знаете, я сегодня же читал такой момент в стихе молитва веры. Вы знаете, иногда на самом деле веры просто не хватает. Время пока есть, потому что я очень быстро рассказал свою пропасть, как будто с автомата это ее расстрелял. Поэтому расскажу свое свидетельство. Я когда пришел в церковь, я покаялся, вы знаете, я оценивал уровень своей веры был гораздо выше, чем сейчас. Я прямо чувствовал, как внутри прямо огонь горел. И когда моя жена Алина была беременна в первый раз, ей там то ноги болели, то голова болела. И она говорит, Саша, ну помолись там это за меня. Давай, сразу руки накладываю, молюсь. Ну вы знаете, то есть каждая вторая молитва приходила исцеление. Она говорит, да, мне реально помогло. Я прямо чувствовал этот огонь внутри. Я там мог молиться за кого угодно. Но вы знаете, со временем я чувствую пустоту. Молишься, я как будто в стену. И она говорит, Саша, там помолись за Самуила. Я говорю, Алина, да за меня надо молиться уже, понимаешь? Надо молиться за меня, а не за Самуила. Вот вы уже всем своим семейством за меня молитесь. Вот это вот состояние молитвы веры. Тот, кто прочувствовал, он знает, о чем я говорю. Когда ты прямо чувствуешь себе эту энергию, на кого руки положить, все, сразу же приходит какой-то результат. И вы знаете, я уже буду заканчивать. Иногда на самом деле вера у нас колеблется. Она может быть маленькая, она может быть большая. Сегодня она может быть у меня вот такая вот, завтра вот такая вот. Но мы должны опять же понять одну очень важную вещь. что наша вера, она может быть очень маленькой, но наш Бог всегда большой. Аминь. Дорогой Бог, мы приходим к Тебе через Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам сегодня прийти на это прекрасное собрание, что Ты, Господь, даешь нам послушать Слово Твое. Мы благодарим Тебя, что Ты открываешь наш ум, наше сознание, чтобы мы восприняли Его, Господь. Мы просим Тебя, получай нас в Слове Твоем, чтобы мы не просто слушали, а чтобы Слово Твое, Господь, оно проникало в разделение души и тела, Господи, чтобы оно влияло на нас, чтобы оно действовало, Господь, у нас, чтобы мы изменялись под действием Слова Твоего, Господь, в лик Христова, Господь, я искренне верю, что всякая молитва, Господь, что всякая проповедь с кафедры, она от Тебя, Господь, что сегодня я проповедовал не своими словами, а Твоими, Господь. Искренне верую, что эта молитва, что эта проповедь, она назидает моих братьев, это и сестер и производит действие то, которое Ты хотел бы оказать. Во имя Иисуса Христа пусть оно это будет так. Аминь. Жизнь по духу. Ты живешь среди неверных, гордых, передо мной в молитве. Я Твой дом, дитя, вернусь. Я вернусь и наведу порядок. Все расставлю по своим местам, крепкую защиту и стану рядом. Руку приложи к своим устам. Пусть молчанием будешь Ты одета, пусть клевещет от бессилья враг. Под моей охраной Твои дети не коснется больше сердца страх. Дай им говорить, пусть обвиняют. Чаши наполняют до верхов, что их завтра ждет, совсем не знают. Я судить их буду. План таков. За корысть, за тайные советы, за бесчестие на святых местах, за овец, потерянные души и за все, где был потерян страх. Я не человек, пред мной открытый, сердце человека тайники. Говорят одно, в душе другое, не горят пред миром огоньки. Где огонь мой? Лишь пересуды, тяжбы, пьянство, блуд, коварство, клевета. Я простил, но позабыли люди, что такое Божья чистота, что такое Божие прощение, жертвенное. Высшая любовь не хранят, не берегут спасение, нераскаянные принимают кровь. Нет любви, а принимают тело и несутся с разных уголков на престол святой земли молитвы. Я ль не защищу коллег и вдовь, или сироту я не замечу, или отверженную душу обойду, или на молитвы не отвечу, или при встрече звор свой отведу. Кто живет внутри, тот и снаружи. Гордый дух, он так противен мне, возвышающийся в небесах не нужен места не смирившихся в огне. На кого презрю на всех смиренных, сокрушенных духом предо мной, кровью святой убеленных, в ком живу я любящей душой, в ком дышу я глубоко, свободно, сердце чье прощением полно. Это мне сказать тебе угодно, слышишь ли, тебе ли все равно. Я пример придал, придя на землю, в гордости ли слугою ноги мыл, мучился ли ночами непрощением или Иуду унижал, судил, я любил, люблю, любовью вечной. Душу драгоценную твою, потому не будь душа обеспечной, вспомни прошлое, всю жизнь свою, вспомни, кого обидел, ранил, и пройди вначале, примирись, хоть все это против твоих правил, а по тою потом предо мной склонись. Лишь тогда я скоро вам отвечу и услышу вопли, исцелю, изменю, потерянным дам встречу, выведу и бесов изгоню. И тогда пустыня станет раем, красота и Божья чистота вас осветит радостным сиянием. Жизнь в Христе вот счастье, полнота. Аминь. Братья и сестры, я сейчас сделаю объявление. Притчи, 29 глава, 26 стих. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Итак, Болтачев Антон Викторович, член церкви Благодать города Ижевска, и Ёрш Наталья Владимировна, член нашей поместной церкви, желают вступить в брак и просят пастора и церкви благословить на бракосочетании и дальнейшую совместную жизнь. Они уже проходят. Слава Богу, братья и сестры. Вчера, в принципе, целый день ушел на это дело. Ездил я в Пинск, имели встречу с родителями Наташи. Значит, папа, мама, родные, близкие, люди, они выразили такое радостное согласие. А перед этим я согласовывал с Ижевском, пастор церкви, сказал, что у нас все хорошо, так что этот вопрос можно, можно, ну, продолжать. И поэтому вчера, значит, было такое хорошее, теплое общение. Ну, я хочу сказать, что родители Антона, равно как и родители Наташи, они пока что не в церкви. Но они молятся, Антон молится о своих, а Наташа молится о своих. И вчера, когда мы ехали обратно, то они исповедовали свою уверенность о том, что мы верим, что Господь спасет и одних родителей, и других, и одно родство, и другое. Давайте скажем аминь. В знак поддержки. И то же самое мы на нашу уверенность провозглашаем. Так что, ну, слава Богу, мы помолимся о том, чтобы Господь благословил Антона, Наташу, чтобы впоследствии это было действительно благословенная, счастливая христианская семья, которая могла бы быть украшением Христовой Церкви и учением нашего великого Господа Иисуса Христа. Я специально попросил, чтобы она послужила стихом, а потом, чтобы он стал с нею рядом. Давайте встанем, помолимся. Господь, благодарю Тебя сердечно вместе с Церковью, вместе с моими братьями и сестрами за то, что Ты заботишься о нас, печешься о нас, Господь, и Ты принимаешь участие в наших судьбах, Боже. Братик Антон молился, сестричка Наташа молились, мы молились о молодежи, Господь, и сегодня видим явно Твой ответ, Твое участие и Твое решение. Мы благодарим Тебя за этот момент и просим, чтобы и дальше Твое благословение, оно сопроводило и Господь до брака, сочетания, а затем, когда они будут отдельной семьей, чтобы они были счастливы друг с другом, Создатель милосердный, имея Твое благословение, имея Твое попечение и Твою отцовскую заботу о себе. Молясь и благословляя, мы их в руки святые Твое вверяем и Тебя благодарим наш Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Я вчера вечером уже подписал в церкви ХВЕ Гебреста, прочитано 22.05.16. Да благословит вас Господь с любовью, пастора, церковный совет и все члены церкви. Возьмите, пожалуйста. Поздравляю вас. Объявляю вас женихом и невестою. Это такое высокое звание. Вы должны пронести его до дня бракосочетания достойно, свято, чисто, сохраняя верность перед Богом. Поэтому Господь, да, благословит вас. Кто-нибудь сфотографировал их? Я думаю, что камеры зафиксировали. Да. Присаживаемся, братья и сестры. Хор, пожалуйста, стихотворение и служение хора. Прибудьте в любви моей. Иоанна 15, 9. Религиозные вожди Израиля однажды спросили Иисуса, Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Матфея 22, 36. Он в ответ напомнил им о заповеди любви. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим, сеясь первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Что бы ни приписывала нам наша вера, нет ничего важнее, чем проявлять любовь, потому что так миру открывается Бог, который сам есть любовь. 1 Иоанна 4, 8. Позже в нашем поле зрения всегда остается что важнее всего любовь к Богу и к ближнему. Любовь, как мало с нею мы знакомы, и тесен для любви сердечный трон, а ею Божьи писаны законы, и ее мир прекрасный сотворен. Любовь не залюбуется собою, она услад не ищет на пирах. Любовь всегда останется любовью, возвысь до звезд, втопчи ее вопрах. Она в труде, она в посте и в бденьях, она страдает, страдальца мимо не пройдет, она стоит ночами на коленях, господню милость грешникам зовет. Ее вражды не пробивает холод, она мирна, послушна и проста, кто любит, душою вечно молод, обогащен наследием Христа. Любовь на злато мир не покидай, не променяет, не повлечет обидчика на суд, а доброту людскую собирает по капле в свой серебряный сосуд. Любовь, любовь, о сколько исцелилась погибших душ теплом твоих лучей, и в муках крестных пламен намолилась ты за своих суровых палачей, и я твоей увенчан красотою, и я живой коль ты живешь во мне, а без тебя я ничего не стою, и жизнь моя что пена на волне. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Аминь. святые гребные зналетья, шел мое сеть своим путем, приблизившись в горе заметил пусты, пусты, полыхающие огнем. Горел терновник, не сгорая, из огня Бог говорил, любовь здесь своим собратьям Бог Моисея наделит. Гори огонь, гори огонь, гори пылай, гори любовь, и не сгорая, гори огонь, гори огонь, гори пылай, гори любовь, и не сгорая, не сгорая. Как Моисею на дороге открылась предо мной гора, гора великая Голгофа, сгоренье вечного огня. На ней костер любви пылает, и никогда не сгорит, с весом есть Божий умирает за обитателей земли. Гори огонь, гори огонь, гори пылай, гори любовь, я слышу голосе прощенья из пламени того огня здесь Бог вручает мне служенье любви, правды и добра возьму некоснущую искруя от великого козра хочу гореть любовью к близким, Господь благослови меня гори огонь, гори огонь, гори пылай, гори любовь и не сгорай гори огонь, гори пылай, гори любовь и не сгорай не сгорай не сгорай слава Господу дорогая церковь Божия, дорогие братья и сестры в этот прекрасный весенний солнечный день я хочу вас приветствовать этим прекрасным чудесным именем и любовью нашего Господа Иисуса Христа и вместе с вами хочу сказать слава Богу жив Господь, жива душа наша дорогое собрание я из Барановича я был у вас два года назад и в тот раз, когда я приезжал мы приехали где-то только на час собрания и не могли даже послужить серьезно но сегодня Бог расположил сердце что я сегодня могу сказать из Божьего Слова и могу поделиться с вами своими переживаниями и мне Бог положил на сердце сейчас писать стихи я молюсь усердно Бог дает мне стихотворение и дает песни которые я воспеваю Господу я не бываю такого дня, чтобы я не пел пойся Господу всегда, дорогие братья и сестры и этот дар Бог подарил мне когда я только уверовал ну года два прошло я начал молиться говорю, проповедников много а надо послужить Богу песнями и Бог начал открывать меня я начал петь слава Богу сегодня мы приехали раньше мы приехали сегодня брат нас встретил брат Слава на другой церкви тогда он нас встречал и он нас привез рано и мы приехали за два часа раньше когда приезжаешь раньше можно побыть посмотреть я так походил посмотрел и там я вижу камень у вас камень и плита я почитал там написано что этот дом строился в 1968 году и вы знаете вот это вот свидетельство которое это не просто город этот город вот пограничный город где в свои 18 лет я был здесь я окончил на один год учения плотника и меня послали сюда в Брест я помню это это было в моей юности я жил на пионерской улице и возле возле хлебзавода по-моему Карбышева улица есть такая в Бресте вот я там строил фундаменты мы делали опалубки и я тогда что жил мирской жизнью за меня мама постоянно молилась давала мне всегда розгу и говорила сынок мой ты неправильно живешь тебе надо идти к Богу ты же так не проживешь как ты начал свою юность а я говорю успею мама ты же за меня молишься и вот когда приехал сюда я жил этой жизнью и понимаете как человек в мире живет все было неправильно ругался пил курил осквернялся и вот это и я пошел военкомат сам тогда как раз тогда солдаты служили три года а в шестьдесят восьмом году начали служить по два года когда призвался то еще старые старослужащие как я помню издевались над нами которые служили они же старики было такое нам давали присягу ну это все проходили кто был в армии это знает и я меня меня видите военкомати я говорю я тут не выживу так потому что я я мне никто не помогает мать меня она отца у меня нету и я не могу этими деньгами что я я тут погибну и этот комендант говорит забирайте его дайте ему повестку и я попал в эту армию и меня повезли шесть суток я ехал меня завезли туда в казахстан тогда ашалонами везли солдат со всех городов у нас служили считай все национальности и казахи и армяне и грузины и русские и и ну короче очень много служить сейчас видите поменялось время люди служат сейчас в своих городах а тогда видите люди служили и дальше чем я некоторые служили на Камчатке но было в том и я вот вспоминаю мама молила меня но у нас был такой случай когда мы там мы на мы строили межскохидинентальные ракеты давали подписку даже когда уезжали что мы не будем разрушать тайну это была очень большая тайна долбали скалах 40 метров и устанавливали стакан и ракету межскохидинентальные в любую точку земного шара и вот там большие палубки стояли стояли такие и вот на зоне мы даже ночью выходили на работу нас бригадами очень много у нас роты были большие ну переполненная была армия взводы роты побольше чем в таких строевых частях потому что надо было строить вот эти главные объекты и я вот вышел в ночную смену и нас работало шесть человек и как раз там помощи стали такие большие как там получилось я не знаю в жизни все бывает но эти помощи как-то пошатнулись и там были для заливки бетона такие штыри арматурные стояли и как полетели эти помощи и два солдата просто на штыри упали ну там еще у нас были у нас медики фешера только в нашей не было такой клиники их сразу на машину а я упал между этими фронтами и тогда в моем сознании создало господи это же за меня мама столько молиться это меня бог спас и тогда вот это вот спасение которое я попал и я тысяча девятьсот шестьдесят ты девяносто четвертом девяносто четвертом году мне бог открылся и я пришел в церковь и я сказал господи я знаю и веру сколько мне было на моем пути сколько я мог раз погибнуть где я только не был и всегда твоя рука держала моя потому что совершенно моя рука не сократилась чтобы спасать и ухо не стяжелелось чтобы слышать господь всех видит и всех знает дорогие братья и сестры и сегодня мне уже нету времени вот проповедовать меня было слово к господу ну видите все надо в меру я понимаю но бог положил на сердце мне сегодня чтобы я вам пропил и я хотел попасть к вам дорогие братья и сестры чтоб попасть на вас на воскрешение Христа на пасху но у меня не получилось ведь если я например поехал в уменство я уже не буду в брессе если я поехал в другой потому что бог посылает мы как с братом геннадием мы сейчас ездим двоих как вы помните тогда приезжал там брат в него очень большая семья его сыновья все вверовали это был Виктор Балакиров который уже в вечности вот через этого старца я всегда прилеплялся к ему он как начнет рассказывать говорит Николай вот сейчас все хотят на машинах ездить а я говорит по 30 по 40 километров ходил пешком в начале Евангелия и видите сейчас я тоже гигерионовец я его заменил потому что мы должны заменять старых своих сотрудников на Ниве Господне которые трудились и они давали то Евангелие сейчас я несу вот этот труд и каждый день я могу пребывать в Доме Божьем потому что Бог расположил сердце сейчас я уже на пенсии и я после этого как у меня случился инфаркт в десятом году то я уже сказал господи я уже не нужен наверно тебе а потом я начал молиться потому что я в любое время молюсь вот сейчас я мне Бог дал работу что я работаю как бы охранником я устаю ночью тихо и я ночью молюсь а ночью знаете все люди спят и молитва доходит до престола Божьего потому что небо открыто ночью потому что меньше греха на земле и она достигает цели и я радуюсь Господу что я могу молиться во всякое время и он слышит и отвечает на молитвы пусть нас Бог благословит и вот эти песни которые видите я выходит в Библии и вот этот сборник он почти половину здесь песни которые Бог вложит мне на сердце и я их поспеваю Господу и меньше есть песни которые когда веровал то дали меньше тот уже полностью заполненный там я половину пишу стихотворение Божие что Бог вложит и песни пишу и мне радостно что я могу говорить людям о Христе что я был такой неправильный человек в жизни а сейчас я во Христе Иисусе живу двигаюсь существую потому что слово как уже братья говорили без меня не можете делать ничего пусть Бог благословит и я меня была схема что я говорил о спасении как я уже говорил и о любви Божией если мы не будем иметь любви потому что Христос сказал да любите друг друга так как я возлюбил вас и я возлюбил вас до смерти и смерти крестной пусть Бог благословит дорогие мои потому что если мы не будем любви не иметь любви друг другу мы никогда не спочемся дорогие мои это дай амин потому что любовь все как написано 13 главу уже почитайте сами коринфянам первое коринфянам 13 главу там сколько качества этой любви дорогие мои братья и сестры а я сейчас вам хочу петь мое сердце ликует слава Господу Божья любовь Благословение даешь ты мой Христос ты знаешь в этом я нуждаюсь твоя любовь коснула сердца моего только на тебя я уповаю Божья любовь поспешила от Бога и Божья любовь ты от Бога пришла Божья любовь с ней очень прекрасно Божья любовь она в небо ведет Божья любовь с ней очень прекрасно Божья любовь она в небо ведет радость чуя исполняющий духом все от тебя дорогой мой Христос петь я хочу до конца своей жизни ты разрешишь любовь на болевший вопрос Божья любовь поспешила от Бога и Божья любовь ты от Бога пришла Божья любовь с ней очень прекрасно Божья любовь она в небо ведет Божья любовь с ней очень прекрасно Божья любовь она в небо ведет и в эти последние дни вошпеваю и в эти последние дни вошпеваю знаю и верю что скоро придешь в царстве твоем вошпевать будем вместе эту надежду и веру вселил нам Христос Божья любовь поспешила от Бога и Божья любовь ты от Бога пришла Божья любовь с ней очень прекрасно Божья любовь она в небо ведет Божья любовь с ней очень прекрасно Божья любовь она в небо ведет Пусть Бог благословит Слава Господу! Слава Господу! Я вам еще свидетельство короткое, потому что я еще одну песню спеть я попал в десятом году в больницу меня забрала скорая помощь но приехали ночью ко мне приехали и я уже не мог я как раз уже хотел уходить на пенсию это десятый год был в августе месяце была такая жара я пришел, а я не ходил никогда в шапки сейчас я уже купил шапку, надеюсь шапочку у меня получился солнечный удар солнце напекло и у меня кровь сделалась как кисель она не пробивала в клапаны приезжает доктор сразу быстро правда приехали я живу на краю города километра может 4-5 где-то до меня но скорая помощь пришла за 20 минут когда я ее вызвал я в раз зашел посмотрел мне пульс и говорит все, штаны не надо взять а я говорю, что такое и хочу выходить он, куда ты идешь? ты, говорит, сейчас упадешь и все так я говорю уже слушай, доктор, я уже хожу может часов четыре так целую ночь мне, говорю давит, говорю, у меня грудь и я не могу лежать я хожу ну вот находил бы ты все носилки принесли меня раз сразу и приехала скорая с алианимацией меня сразу положили я взял ключи и библию и поехал все а уже когда выходили он приехал с медсестрами и говорит это уже не жилец а я там живу как раз возле Русинорада говорит уже надо ему может сразу на кладбище а зачем куда везти ну и все привезли меня туда в эту и потом мне рассказывали отъехала эта скорая помощь и через десять минут приезжаю отошенно люди не могут дождаться скорой помощи бывая по сорок минут по часу а ко мне пришло две за двадцать минут благословение Божие дорогие братья и сестры Бог видишь видел что если это если та помощь а за туда уже наверное с другого селения ехала скорая при развлении шажев слава Богу у меня на этом в кармане сейчас телефон на боку как он всегда нужен а сейчас же у нас видите какая связь они раз перезвонили и это они говорят а вот минут пять назад его увезла скорая ну извините мы поехали все меня привезли сразу поставили мне еще в ногу эту капельницу начали разгонять эту кровь кровь уже не пробивает и мне все стало легче немножко а вот как раз то это меня забрали в пятницу в субботу подходит ко мне сестра и говорит Николай Антонович она ваш по карточке и говорит а как вы себя чувствуете я говорю как бы ничего только говорю мотыли летающие в глаза а это у меня уже пульса не было понимаете дорогие братья и сестры я уже был смертным и вот я и я эти слова только произнес и все и я ошнулся в клинической смерти и когда Иисус Христос которого любил Лазара и Марфу когда он четыре дня был во гробе помните он разложенный был но когда Иисус Христос пришел и сказал Лазар выйди и он вышел обитый пеленами и люди когда увидели что Лазар воскрес то четыре тысячи уверовало аминь слава Господу а я был два дня в смерти лежал и те люди которые лежали восемь человек они сегодня в церкви слава Господу у Бога случайности не бывает Бог меня туда положил как люди увидели что я был мертвый а сейчас я живой и я уже шесть лет живу и славлю Господа аллилуйя человеку невозможно а Богу возможно все слава Господу и я еще исполню вам песню пусть вас Бог благословит это что Иисус Христос воскрес в своем сердце пусть эта песня и она останется вам на память потому что я не могу до вас быстро приехать сколько у нас церквей мы до самого Минска ездим до столбцов и все этой церкви посещаем и славим Господа и Бог благословляет дает силу здоровья крепость пусть ему будет хвала Иисус 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 не хочу не хочу быть печальным радость дай Иисус дорогой петь тебе прославлять твое имя я готов до конца моих дней о приди приходи мой Спаситель приходи дорогой поскорей о приди приходи мой Спаситель приходи дорогой поскорей со слезами тебе возвещаю что тебе обещаю служить Иисус залечи наши раны научи ты покрепче любись Иисус залечи наши раны научи ты покрепче любись я стою на коленях и плачу и хочу обо всем рассказать ты же знаешь учитель любимый я готов за тебя пострадать ты же знаешь учитель любимый я готов за тебя пострадать я пою очень рад и счастливый что ты мне указал этот путь благодарен тебе долгожданный разреши в твое небо взглянуть благодарен тебе долгожданный разреши в твое небо взглянуть все пройдет на земле незаметно мы пройдем этот жизненный путь и Иисус дождену твою вечность есть надежда в твоих ног отдохнуть Иисус да взглянуть твою вечность есть надежда в твоих ног отдохнуть пусть бог благословит дай ему за все слава дорогие братья и сестры у меня пять сынов самый маленький возит меня сейчас на машине на машине у него хорошая работа бог благословил у него сорок с лишним человек работников и бог благословляет он приходит ко мне и говорит папа я благодарю тебя что ты молишься за меня у меня много работы у меня много люди получают хорошую зарплату а я говорю сынок благодари господа что я таким стал не меня благодарить тому что Христос сделал меня таким аллилуйя слава ему и дорогие братья и сестры будем молиться чтобы наши близкие родные родственники пришли все по ножу креста и получили это вечное спасение от господа потому что мы спасаемся если какая то бригада спасает людей есть нас на воде спасают спасатели на пожары спасатели звонят и они приезжают и спасают людей которые уже были к смерти но они спасают это временные дорогие но люди не осознают что это бог их спасает и они не идут опять к нему а бог спасает не так как человек бог спасет его спасение вечное амин слава богу будем молиться аллилуйя аллилуйя дух святой аллилуйя ты видишь нас сегодня в этом доме божьем господи в этом пограничном городе куда дух твой святой господи прислал нас сюда что мы должны благодарить тебе за каждую спасенную душу за слово воевал и не которые проповедуются и мы проповедуем христа расспитого скрещенного градущего на эту землю который уже не придет страдать а придет судить народ всех боже помоги господи им прийти к тебе господь качни сердце духом святым призови и всякий кто призовет твое имя спасется боже и я благодарю тебе господи чтобы радоваться твоими на всяком месте благослови пусть церковь твоя да будет грозная как полки со знаменами боже и я благодарю тебе господи что я радуюсь всегда с тобой господи что ты коснулся мое сердце что ты изменил мою жизнь что ты везешь по жизни очищаешься всякого греха и наставляешь на всякую ищину господь моему благослови наших родственников близких родных пусть твоя милость и любопочевает на всяком да познай тебе открой сердце мною и скажи жив Господь жива душа наша боже и я благодарю тебе и славлю что мое сердце переполнено радостью тебе боже и я благодарю тебе господи за каждого благослови откройся в полноте и святости любви да познай тебе да открой сердце да придут и скажут господи что ты господи власть имеющий на земле и на небе твоя милость она провозносится над судом боже и мы были господи обречены на смерть но ты господи воскреси нас веселся крестья господи и мы сейчас радуемся господи все братья и сестры по всей земле да будет слышен твой голос боже пусть вызовут твое имя все пламена земные господи и все народы восхвалят имя твое святое боже я благодарю тебе господи за это господи свидетельство пусть твое имя прославится в наших сердцах и в наших домах господь пусть твоя милость провозносится везде а тебе будет слава и хвала вечному богу отцу сыну и духу святого во имя Иисуса креста аминь слава богу братья и сестры я в руках держу очень много записок я не очень глубокого содержания такая например как Андрей Манцевич Вулька соседняя церква наша рак крови и он в больнице 41 год молодому человеку и таких записок очень много и мы и выезжаем часто Василий Михайлович часто ездим в больницу и молимся совершаем молитвы их очень много мы их читали здесь и помолиться за сестру здесь за маленького три годика плохо разговаривает ребенок следующая записка чтобы Господь дал чтобы она ходила в церковь за девочку Алену и здесь за Катю и деток тоже повторяется об Андрея за призыв очень много за призыв за это но братья и сестры я одно хочу сказать слава Богу что Иисус с нами не он не посылает кого-то ангела или заместителя он сам всегда присутствует с нами написано когда Иисус воскрес ну мог бы послать ангела и возвестить но он сам явился и стал среди учеников и сказал мир вам и поэтому мы радуемся что воскресший Иисус он всегда с нами на всяком месте и это нас всегда радует и мы вместе как живая церковь как один организм мы будем славить Господа потому что так говорит Слово Божие и когда мы читаем Исаии там написано такие слова Исаия 57 глава 18 и 19 стих я увидел пути его и исцелю его и буду водить его и утешать его и всетование его я исполню Слово мир мир дальнему и ближнему говорит Господь и исцелю его это слова Господни так сказал Господь и мы верим этим словам аминь и мы будем иметь эту живую веру и будем молиться потому что Слово Божие сам Иисус говорит такие слова где двое или трое собраны во имя Мое там и я посреди вас Слово Божие пребывает с нами оно с нами оно живо и действенно ну и естественно ответственность и служителей и Божьего народа Церкви Господней если мы все дружно вместе и Господь Он слышит такие молитвы поэтому молимся и просим благословения если еще есть благодарственное будем будем молиться будем благодарить Господа за ваш дом будем молиться наши оркестры сейчас посещение утром они в собрании в Телеханах а в 3 часов в 15 они будут в деревнях краи и в 18 часов они будут в речках чтобы Господь благословил наш оркестр они удаются три собрания слава Господу только Бог дает силу крепость молимся дорогие братья сестры Боже великий Боже святый и праведный ныне приставший пред твоим святым лицем мы как твоя церковь как один живой организм мы благодарны тебе Господи за победу Господь Господи ничто не могло удержать тебя Господь никакие силы ты воскресли ты дал нам жизнь Аллилуйя слава тебе и мы сегодня радуемся потому что мы дети твои Господь я в руках держу эти записки Господь и Слово Твое оно живо и действенно Господь и ты сказал и Слово Твое говорит, что оно не изменилось оно сегодня в веки тот же Господь Боже оно живо и действенно я прошу Господь ты видишь Господи этого братика в который Господи рак крови Господь Божий мы просим Господи еще не так много и прожил он Господь Боже милосердный. Дай Ему силы. Дай Ему крепости, Господь Боже милосердный. Зайди туда утешь, Господи Боже милосердный. Ты знаешь, как утешить. Ты знаешь, как подойти, Господи Боже. Другие нужды, Господи Боже. Мы порою человеками жалкие утешители. Но Ты наша сила и Ты наше упование, Господь. И Ты знаешь, как утешить, Господь, порою словом, порою Кто-то придет, Господи, и как будто бальзам на душу, на сердце, Господи Боже Милосердный. Поэтому я прошу, Господь, Ты знаешь, как к кому подойти, Господь, за эти девочки, которые не разговаривают плохо, Господь. Ты можешь это сделать, Господь Боже, и я верю в Твою силу, Господь Боже Милосердный. Я всегда, Господи, молюсь о наших братьях и сестрах, которые уже, Господи, в преклонных годах, и которые не могут посещать церковь совершенно, Господи. Они находятся там дома, Господь Боже, и они жаждут каждого слова, Господи. Благослови их там дома, где они находятся, Господи. Прикоснись своим теплом, прикоснись своей любовью, Господи. Повей на них Твоим святым духом, Господи Боже, чтобы они могли ощутить Твое присутствие, Господь Боже. И нам, как церкви, Господи, дай, чтобы мы не забывали таких, почаще посвящали, Господь Боже. Почаще, Господи, приносили им, Господи, этот бальзам, Господь Боже Милосердный, Божелюбящий, благослови. Также было много заявлено, Господи, о своих детях, которые еще в этом мире погибают, Господь, о родственниках, Господь. И мы, как церковь Твоя, Господи, мы неравнодушны, Господи. Нас, Господи, волнует каждый, Господи, кто еще не успел примириться с Тобой, Господь Боже Милосердный. Потому что это первая Твоя заповедь, Господь, которую Ты возложил на учеников и на церковь Твою, Господь. Когда сказал, возносился на небо и сказал, чтобы мы шли и возвещали, и призывали, Господи, к спасению. Это задача церкви Твоей. Поэтому мы просим, Господь, благослови каждого брата и сестричку, Господь. Дай это желание, дай это дерзновение, Господь, возвещать на всяком месте, Господь, и говорить о Твоей любви, Божий любящий. Тебе слава, Господь. Призови, призови, Господи, и что многих, Господь, мы просим, и мы ходатайствуем, как церковь Твоя, Господь, Боже. Нам, мы неравнодушны к этому, Господь. Это наше желание, это наша просьба, Господь, Боже. Благослови также наш, Господи, струнный оркестр, Господь Боже милосердный, там, где они есть. Пусть будет, Господи, везде эти переезды, Господь, пусть будет ограда и защита, чтобы они были благословением в тех церквях, где они будут, Господи, служить Тебе и славить. Господи, благослови также Сергея Александровича, где они есть, Господь Боже милосердный. Тебе слава, хвала, вечный живой Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Аминь. Слава Господу, братья и сестры. И я хочу обратиться к самому главному вопросу. Брат, гость свидетельствовал о своем покаянии, и тогда, когда случилась вот эта ситуация, вдруг осознание пришло, а во мне мама молится. Длительное время постоянно молится мама, и то, что произошло, это не меньше, чем ответ на мамину молитву. Буквально вчера я прочитал одну историю, вообще-то воспоминание 28 января 1986 года. Вся Америка в таком приботненном настроении ожидала отправления в космос. Из 11 тысяч педагогов выпал жребий одной только, вот полететь вместе с экипажем этого корабля в космос. Из 11 тысяч она была, вот самое счастливое, жребий выпал ей. И когда ровно в 14 часов корабль оторвался от земли, вся страна ликовала в восторге, потому что все были прикованы к экранам телевизоров, чтобы видеть, как это происходит. Но ликование длилось всего лишь 73 секунды. Через 73 секунды после взлета корабль взорвался, и все семеро погибли. Такое бурное ликование, оно вдруг поменялось на всеобщий национальный траур. Я почему об этом говорю? Так быстро в жизни может все поменяться. Как в одной песне поется, сегодня жив, а завтра нет тебя. Сегодня ты в триумфе, в радости, в сиянии, в ликовании, а завтра все может стать совершенно по-другому. Все зыблемо, все изменчиво. 13,8 евреям сказано, один Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. И мудро, разумно поступает тот, кто выбирает его, чтобы следовать за ним, чтобы служить ему и чтобы больше принадлежать ему. Я очень благодарю Бога каждый раз, когда в ответ на призыв выходят люди и говорят, я тот человек, в сердце которого сегодня постучал Господь. Вчера, когда где-то мы общались, возможно, в Пинске, я вспомнил момент, когда после собрания почти все разошлись, прибежала маленькая девочка. И стала здесь рядом со мной, и так бородка достает до кафедры. И я спрашиваю, а что ты хочешь? А она говорит, а я тоже хочу быть в раю. Ну, значит, ты покаяться хочешь? Да, хочу покаяться. И была молитва, я хочу быть в раю. Действительно, там после этой жизни нету третьего, есть только два. Или рай, или ад. Промежуточного состояния нет. Поэтому, если кто-то в этом собрании слышал Божий призыв, Божий стук в твое сердце, ты можешь откликнуться прямо сегодня. Ты можешь прямо сейчас прийти сюда вперед и сказать, Господь, я больше не могу двигаться так, как делал это до сих пор. Я вижу опасности вокруг, и если моя жизнь вдруг прервется, то, пребывая в таком состоянии, я точно знаю, что на небе с тобой я не буду. Сегодня день спасения, ныне время благоприятное. Кто хотел бы примириться с Богом, совершить покаяние, вы можете сделать это сейчас. Ваша поднятая рука или вперед проходим, мы еще вместе с вами помолимся Господу. Есть ли кто-то? Во имя Иисуса Христа я приглашаю вас. Да, пожалуйста. Независимо от возраста. Пожалуйста, проходите сюда. А можно, я сначала мальчика спрашиваю, хорошо? Как это хватит? Никита, сколько тебе? Делять лет? А твои желания? Никита пришел вперед. Хочу покаяться. Слава Господу, братья Иисусу. Слава Господу. обновить покаяние слава Господу братья и сестры вот во время собрания когда хор пел пели нам жизнь дана не для пустых мечтаний что то какую то песню мы пели среди собрания и я обратил внимание братик Михаил он вытирал слезы боролся со слезами и это плохо ему удавалось такое сокрушение приходило когда было пение я сам чувствовал что как то Божья благодать трудилась над сердцами народа и это было неотразимо и я увидел что по особому коснулось сердце нашего брата и он просто вытирал слезы видно было что Господь достигает своей цели слава Господу а твое желание братья и сестры все то что мы видим это делает Божья благодать это делает Дух Святой это делает Божье Слово мы сходимся все вместе мы говорим церковь дорогая молимся вместе поддерживайте в молитве это самый главный момент этого собрания самый главный момент этого собрания недавно я помню где-то говорил что спросили какое самое великое чудо которое может произойти на планете кто-то сказал когда мертвый воскресает как лазер вот вышел из гроба живым обитый пеленами развяжите его пусть идет когда болезнь раковая опухоль она исцеляется человек становится здоровым там когда тень пошла обратно по молитве или по повелению какие-то другие глобальные такие вопросы цунами скажем бы волна развернулась обратно это огромные чудеса я вам скажу братья и сестры самое великое чудо которое происходит на земле это момент когда грешник получает спасение когда грешник получает уверенность в своем сердце что прощен что искуплен что стал Божьим сыном или его дочерью давайте воскликнем аллилуйя это самое великое чудо и сегодня свидетелями его мы с вами являемся давайте будем молиться Господи Бог наш спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр Я благодарю вас за то, что в этом собрании, где проповедовала Святого Победа, где было действие Духа Святого, где подсоснулся на его сердце, и помогли прийти сюда вперед, совершить поколение. Я действительно виновен. Я в грешен. Но знали идеи, что за грехи всех людей умер Иисус Христос, Божий Сын. Но меня радует больше всего то, что Иисус умер из-за мою грехи, за мои преступления. И я открываю для тебя, Иисус, мое сердце и принимаю, как моего личного Спасителя и Господа, с этого момента, моя жизнь в моих руках. Я твой сын, я твоя дочь, а ты мой небесный Отец. Бери и иди меня за тобою и сохрани для вечности. Аминь. Господь милосердный, имя Иисуса Христа, я благословляю всех, кто пришел сюда вперед, совершив покаяние. Господь милосердный, кто-то впервые, кто-то обновляет покаяние. Господь, да придет твоя благодать, да явится твоя милость и да совершится чудо, уверенность в сердце о том, что я прощен, я искуплен, я принят Господом. Аллилуйя, Господь. И именем Иисуса, благословляя, мы в руки Твоей святые уверяем всех и Господи и благодарим Тебя за действие Твоей благодати, за действие Твоей силы и за действие Духа Святого. И все это, Господь, мы верим, что во славу Твоего имени наш дивный Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Я знаю, что в этом собрании есть то сердце, которое в тревоге, потому что Господь до сих пор продолжает стучать в ваше сердце. Происходит какая-то борьба, и я хочу провозгласить во имя Иисуса Христа, чтобы не случилось, что ты можешь опоздать, это вполне возможно. Вот может что-либо случиться такое, и ты не успеешь, ты не успеешь это сделать, и там уже за пределами этой жизни изменить ничего невозможно. Это уже окончательно. Поэтому пока есть время, пока есть возможность, пока ты на земле среди живых, ты должен сделать или принять это решение сейчас, потому что можешь опоздать навеки и навсегда. Да. Дорогие братья, сестры, я поздравляю, Господь да благословит. Господь да благословит. Господь да благословит. Господь да благословит вас. Я так благодарен Богу. Пожалуйста, кто молился о них? Придите, поприветствуйте, поздравьте. Юра, ты недавно совершил покаяние, думаю, тебе интересно будет. Кто тоже поздравит. Родители, братья, сестрички бегут, друзья бегут. Користы, вы сегодня красиво пели. Вдохновенное такое благословенное пение. Поздравьте, поприветствуйте. Давайте, ну, быстрее. Да. После собрания, те, кто совершили покаяние, на пару минут останьтесь, нам надо познакомиться поближе, хорошо? А еще, это кто идет? Братья, сестры, мы с вами свидетели самого великого чуда на планете. Давайте, может быть, споем хотя бы один-два куплета «Ангелы в небе, Господа слави». Это же правда. Радость не только здесь у нас. Радость на небесах. Детки пришли порадоваться вместе. Слава Богу. Давайте будем петь «Ангелы в небе». Да целую песню споем. Да там, нет, давайте вместе споем. Будем смотреть слова. Детки, подождите. Будем петь вместе. Будем петь вместе. Ангелы в небе, Господа славя. Славу достойную Богу поют, Богу поют. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Хочется с ангельским пеньем слиться. Твори искупленных, спасенных Господа и сердце Господу. Богу единому, Богу единому, Христу спасителю, славу поют, славу поют. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Здесь на земле людей церковь томится, в небо стремится. Дух жених увлечет, о, гряди Господи. Видишь, невеста ждет тебе единому, славу поет, славу поет. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Чудный прославленный, царственный Божий Сын. Димы Христос, Господь, в небе нас ждет, в небе нас ждет. И сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю. Славу поет, славу поет, вечная слава, вечная слава, вечная слава. Слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Братья и сестры, я увидел на многих глазах слезы, особенно у тех, кто молится о спасении мужа, жены, детей, родителей. И тогда, когда вот кто-то прибежал вперед совершить покаяние, и вдруг в сердце желание, Господи, когда мой, когда моя, когда детки, когда родные, близкие, когда они вот здесь станут, и какое-то сокрушение приходит. Послушайте, вот видя вот то, что происходит здесь, и пропев этот салон, давайте мы совершим еще одну короткую молитву. О спасении тех, о ком мы молимся, в этой молитве назовите их имена, назовите с верою, провозносите в духовный мир. Я провозглашаю в духовный мир, мой муж, Петя, Иван, жена Оля, или как угодно, они будут спасены. И Господь, Ты дашь мне эту великую радость спасения тех, о ком я молюсь. Давайте помолимся. Господи Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что это утреннее воскресное служение. Ты отметил Твоим присутствием, Господь, и таким великим, или самым великим чудом, когда души примирились с Иисусом, приняли Иисуса, как своего личного спасителя, Господи. Но еще есть многие те, о ком продолжаются молитвы. Возможно, кто-то много лет молится о муже, о жене молится, о детях взывает, о родителях ходатайствует, о родных и близких. И мы сейчас в духовный мир провозглашаем нашу веру и нашу уверенность, что они будут спасены, они будут приобретены. И цепи греха рухнут, дьявольский плен, он разорвется, разрушится и восторжествует Божья победа в их судьбах, в их жизнях, в их душах и сердцах. Господь, я именем Иисуса Христа каждого молящегося благословляю, и их нужды также благословляю. А Тебе, наш Господь, слава и честь добудет Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Когда идет призыв к покаянию, могут возвращаться блудные сыновья и дочери. Это также ваше время, это также ваш шанс. Молитву благодати совершим. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Присядьте, пожалуйста.